Здравствуйте! В эфире программа «Горячий гость» и в день 70-летия освобождения Одессы в нашей студии председатель Международной общественной организации «Одесское землячество» Василий Петрович Сушко. Здравствуйте, Василий Петрович! Сегодня день освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков и события, которые происходят сейчас, они дают почву для такого двузначного толкования. Для одних это может стать поводом для еще большего разжигания сепаратизма, для других наоборот повод объединиться и выступать за объединение страны. Как Вы считаете, что необходимо сейчас сделать для того, чтобы не было столкновений вот этих двух позиций и как нужно сейчас к этому всему относиться обычным людям? Во-первых, разрешите мне поздравить Одесситов с таким праздником. Это великий праздник, я считаю. Это праздник для всех тех людей, которые считаются патриотами нашей страны. Да, мы были раньше в большой стране, сейчас в независимой Украине, но этот праздник принадлежит всем тем многонациональным представителям многих национальностей, которые были в составе Советской Армии, которые освобождали. Это праздник не только одесситов, праздник многих людей, потому что участвовали представители той большой страны, нашего Советского Союза, когда освобождали Одессу. И я считаю, это святой праздник, потому что тяжелейшая война, люди действительно после этого вздохнули и надеялись, что будет счастье уже вечным. К сожалению, конец 90-х привел нас к потрясениям, и сегодня, 14-й год, опять вечерное потрясение уже в Украине непосредственно. Как бы я относился? Вы знаете, я бы постарался сейчас так, если мы хотим единую страну, уйти от ярлыков типа сепаратистов, националистов и так далее. Оно есть по-разному, но люди прежде всего хотят жить лучше. Это главный постулат. Люди хотят рабочих мест, люди хотят достойных зарплат и хотят перспектив на будущее. Для себя, для своих детей, для своих внуков. У каждого свое понимание этих процессов. Но если мы хотим единую Украину, мы должны прежде всего прислушаться друг к другу. Вот что нужно сейчас сделать прежде всего? Нужно успокоить людей, что не будет войны. Нужно прекратить вот эту военную истерию, потому что, ну, бессмысленно это все. Ситуация нагнетается очень активно. Нагнетается, нагнетается, в том числе вашими коллегами по СМИ, нагнетается политиками, но она бесперспективна. У нас уже, давайте признаем, как есть, малая гражданская война была. Была, погибли люди, более ста человек гражданских лиц на Майдане, погибли представители силовиков, больше 50 человек. Это фактически гражданская война. Слава Богу, что не больше, вообще жаль, что эти люди погибли все. Сейчас нужно делать выводы, изменять, исправлять ситуацию. Как я вижу? Ну, прежде всего, вот вы знаете, я думал, тоже федерализация в смысле классическом, это когда право на отделение имеет конкретную область, конкретный регион. А федерализация, например, по-российски, как они говорят, с их спецификой. А вы знаете, в Российской Федерации ни один субъект федерации не имеет права и не может выйти. Нет таких оснований законных. Перевести это на другой язык, это местное самоуправление. Та же самая децентрализация власти. Децентрализация, да, местное самоуправление. Но у них своя специфика. Мы себя можем вообще построить под нашу специфику. Чего бояться? Почему пришли к конфликту? Да потому что назначали чиновника, условно, из Ивано-Франковска в Луганск, и условно из Луганска в Ивано-Франковск. И каждый лезет своим уставом в чужой монастырь. Это один момент. Второй. Мы коснулись темы сегодняшнего дня, праздника, 70-летия освобождения Одессы. Следующее, нужно прекращать спекулировать на истории. Касательно истории, нужно перейти к регионализации истории по спорным периодам истории. Что я имею в виду? Ну, например, взять курс, 10 класс, допустим, в школе, «История региона Украин». Где будет, что в Луганской области молодогвардейцы, это герои Луганской области. А в западных областях будут их герои, в Одессе будут свои герои. И это не вызывает тогда какого-то... Не приведет ли это к разночтениям? Вы знаете, я же говорю об единой книге, которая будет... Ну, пусть будет 5 часов «История Одесской области» будет изучаться. Может, она приведет к чему-то, но это лучше, чем воевать из-за этих прошлых лет, где мы не можем. Постоянная конфронтация. Конфронтация. А на самом-то деле люди в любом регионе Украины сегодня, по социально-экономическому положению, все хотят улучшения жизни. А политики, очень серьезно манипулируя, сталкиваются лоб в лоб. То есть, это и есть причина, на самом деле, социально-экономическое положение. А уже исторические факты используются для разжигания конфликтов. Это, естественно, как, скажем, как рычаг или как повод и так далее. Манипуляция. Да, как манипуляция. Касательно других вопросов, языковые проблемы и так далее, то они как раз в вашем вопросе стояли. Вы сказали децентрализация. Так вот, наша страна нуждается в децентрализации. Нам нужно оставить центру только то, что свойственно центру. Все остальное отдавать на места. Да, сейчас правительство уже сказало, что готовят изменения в Конституции, только они что-то не торопятся. Говорят, вот еще по работе Конституционной реформы уже срочно. Вводить, отменять, скажем, институцию, главы администрации областей и районов. Вводить выборность председателей областей и райисполкомов. Значит, дать им эти права, но дать обязательно экономические. Если не дадим им экономические рычаги, то если не будем оставлять налоги на места, то ничего не поменяется. Но есть один главный момент или опасение. Что мы получим вместо одного диктатора, всего украинского масштаба, 25 диктаторов. В каждой области своего. Потому что если будет без контроля... Царьки. Царьки, да. Чтобы этого не было, я считаю, что нужно предусмотреть право президенту, снять любого от председателя сельсовета до председателя области полкома. И разрешить совету 2-3. Но самое главное, разрешить людям. Я считаю, что нужно ввести такое понятие, как вотум доверия. Может, это временная мера. Может, на 5 лет. Может, на 10. И, например, в последнее воскресенье марта проводить день, судный день, назовите его как хотите, день в этом доверия. Ну, условно, избрали Иванова председателем области полкома. А Петрова мэром города Одессы. Поддержим или не поддержим? Поддержим. Притом, почему в последнее воскресенье марта? После сдачи годового отчета. Прозрачно. Сохранить действия комиссий, которые ротировать раз в год, одну пятую часть ротации делать в комиссиях. Значит, к чему это все приведет? Цена вопроса приблизительно, знаете, какая? Где-то 500 миллионов долларов по году. А потом, если не прошел этот чиновник в этом доверии, что в конце мая, в последнее воскресенье мая, избирать по-новому. Если, условно, мэр Одессы, прошел год его работы, в последнее воскресенье марта за него проголосовало, 50% плюс один голос от тех, что пришел, он остается мэром. Если не проголосовало, то в последнее воскресенье мая новые выборы. К чему это приведет? Это приведет к тому, что уйдет бизнес из политики, из вот таких управленческих структур. Почему? А невыгодно покупать комиссии, давать взятки людям, ну, в виде там 300 гривен, сколько дается, да, на выборах обычно. Невыгодно становится, не отобьют. Это главный момент. Следующий момент, могут мне сказать, что и возразить, притом это я говорю, делать, начиная от представителей сельсовета, коммун первого уровня, сельсовет поселок, село поселок город, район, область. Я бы это сделал по отношению к депутатам всего уровня в этот день, и депутатам Верховной Рады. Если их избирать, притом внедряя референдум от 2000 года, который был, 300 депутатов парламента, палата представителей, и по три депутата от каждой области, сенат. Что это даст? Во-первых, сенат, три депутата, которые набрали, три сенатора, которые набрали наибольшее количество голосов, Одесская область как округ проголосовала, директировала своих. Они будут находить взаимоотношения между областями. Расписать четко, как это все делается. А палата представителей, она формирует правительство, и дальше работаем. Что даст в итоге и депутату, а будет опять боясь, отзовут, и сенатора, и депутата отзовут. И я бы в этот день сделал бы еще выборность судей. Например, в районе четыре судей избираете пятерых, пятого делегируете в областной суд. Через год замена ротация. А пленум областных судей делегирует в Верховный суд. И тоже судный день. Тогда бы все думали над тем, что через год отчитываться перед народом. Почему предусмотреть и президента, чтобы мог снять и совет двумя третями? А чтобы не думали, ну, прошел в этом доверие, чтобы он через месяц не наворовался. Серьезно взлоботребление. Дальше говорят, что дорого. Вы знаете, если взять по всем уровням, по разным данным, в год разворудется до 50 миллиардов долларов, 500 миллионов. Цена вопроса, чтобы встал в порядок, чтобы люди могли контролировать власть. Говорят, что превратится, ну, критикуют меня, допустим, за эти предложения, что превратится это в всеобщие выборы. Постоянно. А киевляне, вроде бы, да, они считают, что они столица, и все киевляне, но я сегодня киевляне, что там, вот, мы все знаем. Избирали дважды в Черновецках? А снять-то не смогли? Спасибо, Василий Петрович, если придумать, продумать систему электронного голосования, то эти затраты сокращаются. Согласен с вами. Я хотел бы еще вернуться к вопросу децентрализации. Мне кажется, что нас все время бросает в крайности, да, если отмотать назад историю, да, для чего было задекларировано построение вертикали власти, для того, чтобы власть работала эффективно, для того, чтобы менеджмент осуществлялся эффективнее, продуктивнее. Теперь, когда это просто было, сама идея, может быть, была хорошая, но исполнила, была край неправильно, некрасиво, да, теперь нас бросает в другую крайность децентрализация. Не превратится ли это со временем тоже, не будет ли злоупотреблений в этом отношении? Где вот эта вот грань? Вы знаете, я с вами полностью соглашусь, но децентрализация показала, что она потерпела фиаско. Потому что превратилась в грабеж местных органов власти, и когда посылают человека с другой области, управлять областью, кто ему вообще специфику не знает. Я все-таки считаю, что когда местные назначаются, или избираются, у него все-таки тут есть история, да, отец работал тут, ну, родители, работали дед, бабушка и так далее. Есть какие-то корни, назовем это историческая память, да. А у людей, которые приходят, ну, есть порядочные люди, но, к сожалению, редкость, когда... Не превратится это в круговую порогу, к передачу власти из поколения в поколение. Нет, так возможно это все. Но когда выборы, вот тот механизм, который я предложил, вот умодоверие, плюс две трети депутатского корпуса, ну, соответствующего совета, плюс президент имеет право, это же тройной контроль. Плюс, я сказал, любых депутатов любого уровня. Опять, возможно, можно сказать, что это может быть эксперимент. Люди добрые, а как по-другому привелись людей, чтобы они чувствовали, что они влияют на власть? А то мы отдаем власть этим людям, которые становятся у власти и потом забывают про них. Я за 18-летнюю свою, потому что два года я не работал, 18-ю свою, скажем, политическую карьеру, поверьте, видел все. Уже я в идеализм никакой не верю. В чистые помыслы тоже, потому что единицы людей, которых я знаю. Нет контроля, нет порядка. Нет контроля, да. И не каждый человек, почему-то наши люди во власти не могут понять одну вещь. Главный постулат, вот это моя формула по жизни. В гробу карманов нет. Но вот касательно децентрализации, я считаю, что нужно определиться окончательно, что мы оставляем, допустим, за центральную власть Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Служб безопасности Украины, Службы внешней разведки, таможню и, допустим, реформированную генпрокуратуру, но именно по европейскому подходу. И оставляем, допустим, Министерство внутренних дел, но по образу и подобию службы, это, ФБР США, когда самые громкие преступления, тогда я расследуюсь. Образование. Да. Образование вопрос. Вопрос в каком плане? Министерство образования, да, будет, но всего лишь только как сертификация и стандарты. Медицина как сертификация и стандарты. Все. Остальное не надо им оставлять, нужно оставлять на места. Вот если мы примем такую систему, потому что люди, которые еще жили в советское время, знают, что начальник милиции в районе утверждался райисполком, начальник милиции в области утверждался облсполком. Если избранный председатель облсполкома в день вот умодоверия будет снять с работы, с ним полетит начальник милиции. Поэтому одна команда, они будут друг друга тянуть, они будут работать на людей. Вот я считаю, что такой подход. И самое главное, что мы, вот все говорят, общественный контроль, общественный контроль. Люди добрые, все правильно, только это теория. А дайте людям рычаг для общественного контроля. Я предлагаю рычаг ежегодный. Посчитать, что ежегодный много, давайте сделаем через два года, практика покажет, но давайте с чего-то начнем. Но дайте возможность тому человеку, который мне дает власть, чтобы он меня контролировал. Если я буду непрозрачно что-то подписывать, если я решу условно как мэр города отдать склоны, не пущу на пляж, отдам загородят пароход к пляжу и так далее. Мне все в этот день вспомнят те, кто хочет прийти на вот он доверие. Никто никого не заставляет. Но люди будут чувствовать, что хорошо, хорошо, я в конце года приду по твоему отчету, мы посмотрим. Купить тогда будет невозможно, не окупаются, не отобьют. Вот этот механизм, который дал бы возможность действительно построить гражданское общество, где каждый избиратель будет чувствовать, что он не зря голосует. А так что делает сегодня избиратель? Многие же избиратели наши берут деньги, 300-400 гривен, где до 100 долларов доходят. Продают свой голос, а на самом деле продают себя на 5 лет в рабство, потому что ни на что не могут влиять. За картошку продают? Да, за картошку, да по-разному, где за гречку, за картошку и так далее, разные формы. В этом я, может, и говорю в какой-то форме, я предлагаю всегда так. Ладно, если вы уже не можете отказаться от того, что вам предлагают, берите, но зайдя в кабину, идите и голосуйте правильно. Так никто вас не проконтролирует. Мне кажется, вот сложность с тем, что проголосовать правильно, где брать информацию. Люди зачастую не знают, за кого они голосуют. Из чего они выбирают? Из кого? Из того, что им показывают в средствах массовой информации, из того, что декларируют претенденты, правильно? А там не всегда информация совпадает с реалиями, правильно? Как наладить вот этот диалог? Опять, первое, децентрализация власти приближает власть к народу, чтобы знать конкретно, кто чего стоит. Второе, больше половины украинского народа является по своему вероисповеданию христиане. А там написано, судите людей по делам их. Я думаю, что и в других религиях то же самое надо судить людей по делам их. Поэтому конкретно нужно посмотреть. Я вот говорю насчет конкретно Цужко. Пожалуйста, можно слушать разную информацию про меня. Я предлагаю всем, инкогнито, переговорите с теми в тех коллективах, где я работал. И вы узнаете обо мне точно, что я за человек. И такая форма. Опять, это работа той же прессы вашей, работа тех же общественных организаций. И для этого, когда вся эта совокупность тоже гражданского общества подготовит, тогда человек, получив эту информацию, вот он доверие осуществляет. Но опять же, будете смотреть по результатам. И тогда, я думаю, мы в итоге придем к тому, что мы будем избирать профессионалов. Раз, честных людей два, и третьих подотчетных. Потому что я как-то выражался в Одессе, если у нас власть будет без понтов, то будет все хорошо. Вот я показываю пример на себе. Я в Одессе сегодня, 70-летие дня освобождения Одессы. Я бывший трижды, дважды министр. И третий пост, вообще, чтобы председатель темно-напольного комитета приравниться к вице-премьеру. Министр внутренний дел бывший. Я хожу без охраны. Меня одесситы видят. Значит, чего я хожу без охраны? Охрана у тех, кто много украл, боятся, что у них отберут. Я ничего не крал, мне ничего бояться. На меня никто не накидывается. Вот, хулигану я дам отпор сам. А другого мне нечего бояться. Вот мой подход. Пожалуйста, а как по-другому? Спасибо, Василий Петрович. Есть у меня еще вопрос к вам по поводу политической борьбы, которая существует. В ваших выступлениях предыдущих вы говорили о борьбе кланов, производственного клана украинского и клана импортеров. И необходимость урегулировать их спросы и примирить их каким-то образом существует. Взять, если за пример хотя бы спор с защитой отечественных автопроизводителей. Импортеры говорят, открывайте рынок, мы не можем продавать. Производители говорят, закрывайте, ставьте пошлины, потому что защищать нужно производителя. И так, я так понимаю, что во всех отраслях примерно ситуация такая. Как урегулировать этот вопрос? Нужно работать и тем, и другим. И та, и другая продукция нужна в нашей стране, это очевидно. Что нужно сделать, чтобы этой борьбы не было? Как направить это все в созидательное русло? Смотрите, опять мы подошли к тому, что, как я условно разделяю, 10% населения — это олигархия вместе с их помощниками, семьями и так далее. Вообще это крупная буржуазия. У нас дальше нет среднего класса, у нас нет класса малого бизнеса и так далее, не сформировался. У нас есть остальные 90%, фактически, социал-демократы по своему социально-экономическому положению. Не важно, что у него в голове, идеология какая там, не важно. Но по социально-экономическому положению. Так вот, эти кланы, они борются за свои интересы, за свою суперприбыль. А мы должны сегодня иметь в стране классический подход, как в Европе, когда существует обычно крупная буржуазия, это кто? Правые. И должны иметь социал-демократическое направление, центристские политические силы, которые бы защищали как раз вот эти 90%. Они бы и сбалансировали. Потому что тут балансируется интерес потребителя и интерес своего рабочего места. Естественно, при сильных профсоюзах. Когда сильные профсоюзы... И вы знаете, сильные профсоюзы у нас появятся не тогда, когда их финансирует работодатель, а тогда, когда... Я считаю, что нужно брать какие-то маленькие налоги с работодателя и отдавать его через бюджет, финансировать профсоюзы. Чтобы они были независимые, были по отношению к работодателю. Потому что все боятся работодателя, они становятся карманами. У нас нет профсоюзного движения. Это важнейшее опять в гражданском обществе, вообще в защите наемного рабочего и так далее. Вот этот механизм выстроить. Как сбалансировать его? Поэтому, если мы этот замкнутый круг, когда олигархи партии импортеров, олигархи партии экспортеров дерутся между собой, а чубы трещат у остальных 90% населения не разорвем, будущего нет. Нужно человека, как политического деятеля, именно политического деятеля. Потому что, как по Черчиллю, было сказано, что политиков много, а политических деятелей мало. Точно за годы независимости в Украине не появилось политических деятелей. Почему не появились? А их личный интерес, и все идут в политику для того, чтобы делать бизнес. Или большинство идет в политику, чтобы делать бизнес. Для тех, кто этим не занимался, их или оболгали, или по-другому вытолкали из политики. И получилось, что 90% населения фактически хотят жить лучше, механизмы им не дают, а вот эти люди манипулируют. Почему? Алигархи опасно. Потому что она сосредотачивает не только капиталы, а плюсы и средства массовой информации. Они влияют настолько на... Вот истерию, кто крутит? Хозяева сейчас дают команду и крутят истерию. И людей идет это нагнетание. Поэтому думаю, что возможно только после появления таких сил. И вот я сторонник, чтобы люди объединились вокруг идеи. Как говорил Маркс, если идея владевает массой, она становится материальной силой. И существует ли олигархия в других странах? Она существует. Но причина вот этой драки между олигархией, знаете в чем? Мы перейдя в новую формацию от социализма, где было об обосчислении собственности, основа строя, мы перешли в капитализм. Основа строя рыночной экономики, капиталистической рыночной экономики, это защита прав собственности. Государственной, муниципальной или коммунальной собственности, собственности юридических лиц, собственности физических лиц. У нас в Украине нет гарантии. Нам говорят, у нас инвестиции не идут, потому что высокие налоги. Да нет. У нас инвестиции не идут, потому что нет гарантии, что стоимость не отберут. И вот разница между другими странами в чем заключается? Везде в мире за власть борется для того, чтобы управлять бюджетом. У нас немножко специфика, не только чтобы управлять, чтобы разворовать бюджет. И второе, это самая губительная специфика. И второе, у нас победитель, вот когда я говорю партия импортеру-экспортеру, ну почти вот понаблюдайте с 2004 года, потом в 2010 другие пришли, потом опять другие пришли, грабь награбленного. То есть грабят не только бюджет и управляя им, а грабят победитель, получают все, грабят побежденного. И пока мы это не остановим, так самое интересное, что ладно там олигарх забирает. Страдает опять же народ, потому что самые большие цены в Европе у нас. Естественно, забирают же только и у простых людей. У нас нет гарантии, что они отберут завтра квартиру. Просто квартиры, которые по наследству могут принять такое решение через нашу систему, что отберут. Поэтому это все нужно решить. Как решить? Вы знаете, опять не надо изобретать велосипед. У нас актовая система учета собственности. Вот если я у вас купил квартиру, у нас регистрируется только договор купли-продажи. А, например, в странах Европы, вот в Эстонии после бывшей Советской Республики, самое лучшее, она взяла эту систему у австрияков, модернизировала. Эстонцы же они после войны только коллективизация, забрали, ну собственность ушла в социалистическую. У них была в 1991 году еще институциональная память, то есть они помнили. Они сделали систему. Так вот интересная вещь, знаете, кто регистрирует собственность в Эстонии? Суд. Суд выдает титул, что эта собственность неприкосновенно гарантируется государством. И там невозможно рейдерство, там невозможно отобрать что-то, потому что если даже отберут, государство компенсирует. Но пока у нас не будет такой системы, нет следующего шага справедливости по отношению ко всем. И еще есть один момент. Насколько возможно внедрить это? Вот насколько возможно. Что нужно начинать, с чего нужно начать новому президенту? Новому президенту нужно начать с того, прежде всего, а, договориться с Россией, б, принять закон о своем импичменте, он должен первый подать, чтобы люди знали, что мы президента можем снять, а не чтобы они убегали, будущие президенты опять же. С, обязательно закон о общеукраинском референдуме и закон о местном референдуме, потому что в тот день, вот умодоверие, можно проводить любой референдум. Хочется Одессе отдать под застройку склоны, проведите референдум. Если одесситы большинство проголосует, отдайте, решите. Это же дело такое, собственно, всех одесситов, эти склоны, к примеру, Приморские имеют в виду, и так далее. Следующий этап, что должен сделать президент, он должен подать в обязательном порядке закон по отношению к собственности. Если он это сделает, то мы получаем право, если принять эти законодательства, вот как в Эстонии, взять просто написать вместо эстонской республики, а украинская, и все будет нормально. Там и вечное право, там все защищается. И после этого, что нужно сделать? Вот смотрите, в жизни у нас, если, я беру, есть уборщица на предприятии, она получает ведро с инвентарьным номером таким-то, швабру с инвентарьным номером таким-то, это же правда. А почему страну получает президент, он никогда не говорит, а что он получил? Что там шельф продан и так далее, он должен бы там сказать. Ему не за что отчитываться. О, да. Второе, обязательно эта инвентаризация должна произойти, то есть инвентаризация собственности. Что мы имеем в государственной собственности? Что мы имеем в коммунальной собственности? Каждый мэр должен проводить пакту, сказать, вот что я получил громаде сказать. Дальше, что мы имеем в собственности физических лиц и собственности юридических? Тогда мы будем знать, вот что Украина. Но есть один момент. Вот я как председатель антимонопольного комитета, бывший уже, мне задают вопрос, а что же вы не сделали в будущем? А по одной простой причине. 90% собственности Украины, ну, граждан Украины, которые они, собственно, зарегистрированы в офшорных зонах. Или на Кипре, или на Виргинских островах. И даже с помощью службы внешней разведки мы не могли выяснить, кому оно принадлежит. Оно принадлежит к какому-то попандополу. Так вот, если сделать эту инвентаризацию, потом сказать всем, принять закон и сказать, в течение полугода, господа олигархи, и не олигархи тоже, все, что вам принадлежит на территорию Украины, чтобы было зарегистрировано на территорию Украины. Полгода даем. Не зарегистрировано, национализируем. Все перерегистрированы. И тогда мы будем знать, кто что имеет, чем владеет, и заставлять, чтобы они давали результаты. Оно опять же ушло туда, потому что, вы об этом говорили, нет гарантии. Нет гарантии, ты же сказал, сначала законодательство, потом следующий шаг. И тогда становится все на свои места. Я согласен с вами в том, что большинство, большая часть населения, по своим взглядам, больше привлежены к социал-демократии. И вы тоже сторонник социал-демократических взглядов, да, политических. У меня вопрос в связи с этим такой, а почему тогда большинство населения, да, нашей страны поддерживает олигархов? А их разводят. И вот у нас сейчас произойдет в 2014 году, к сожалению... Рейтинг у социал-демократических партий небольшой, хотя по идее они должны быть лидерами. Ну, во-первых, как эту идею донести до людей, потому что средства массовой информации сегодня, чтобы попасть на телевидение в предвыборную кампанию, стоит больших денег. И тех, у кого есть такие взгляды, нет таких денег. Второе, потому что те две партии между собой договариваются. И вот сегодня мы уже знаем, кто будет приблизительно, кто будет президентом Украины, если люди не начнут голосовать осознанно. Будет опять кто-то из олигархов. Опять ничего не изменится. Мы должны понять, что, ну не может, еще из детства, сказок детства, мы должны помнить, что леса не может охранять курятник. А олигархия имеет одну цель. Миллионеры, мультимиллионеры, миллиардеры имеют одну цель. Значит, увеличить свою прибыль. А если введем систему, о которой я говорю, децентрализация, плюс выборы, плюс вотум доверия. Олигархи тоже говорят про децентрализацию. Хорошо, если этот олигарх, кто станет президентом, ну я делаю все, чтобы не стал олигарх президентом, может не станет олигарх президентом, будет так, что все-таки изберут его. И он предложит эту систему, то хорошо. Тогда я вообще не против богатых. Я за то, чтобы богатые, а если он взял завод, давал рабочие места. Платил достойную зарплату, платил налоги, а с прибыли пусть становится богатым. Но при сильных профсоюзах, чтобы не гнобил людей. Вот такой подход. Дальше. За счет тех налогов, которые они платят, значит, что мы достойно давали тем, кто не может. Я имею в виду уже пенсионерам, плюс тем, что нуждаются в социальной защите. Давали достойное тоже пособие и пенсии, чтобы люди жили достойно. Вот что нужно в Украине. А власти той централизованной, о которой мы говорили, чтобы договаривались с соседними странами о нормальном подходе. Потому что сегодня нужно в Украине, как помириться с Россией? Да очень просто. Россия сегодня хочет, чтобы ей под брюхо не поставили ракеты. Ну дайте гарантию. Какая форма гарантии? Ну я вижу, знаете. Нейтралитет. Да. Только один вариант. Киссингер сказал, что Украина имеет шанс, как послевоенная Финляндия. Я за такой подход. Но только этот нейтралитет я хотел бы для Украины, чтобы был утвержден Советом Безопасности ООН специальной резолюцией. А даст ли это гарантию? Это даст гарантию. У нас же была гарантия. А нет, это не было гарантии. Это были разговоры по Будапештскому соглашению. А если Совет Безопасности ООН примет специальную резолюцию по Украине, то что мы живем между двумя крупными союзами? Ну Российская Федерация, не союз, это государство, и союз Евросоюз. Это крупнейший, плюс военно-политический союз НАТО. Нам нужна такая. В данном случае нам тогда не надо больших трат на оборону, держать профессиональную, но достойную армию. Малочисленную. Да, малочисленную, но достойную, профессиональную. И второе, торговать со всеми, получать выгоду. Украина же на таком пути, что подними слагу, пропусти товар, сними деньги. Но это нужно делать. И нужны патриоты. Потому что, вы знаете, еще один вопрос при переговорах. Вот я приведу цифру. Говорят сейчас, в Евросоюз мы вступим, вот они нам откроют. Ну и что если откроют? 18 тысяч стандартов, из них только 6 тысяч синхронизированы. Или в это, с Евросоюзом. То есть адаптированы. А 12 тысяч нет. То есть они-то откроют, но мы же не спродадим. Дальше, когда мы вступали о патриотизме, вступали в это, в Всемирную Организацию Торговли, наши сдали 12 тысяч товарных позиций по пошлину ноль. Уничтожили легкую промышленность. Тут и зависит от тех, кто переговоры. Поэтому нужен контроль. Контроль над тем депутатом. Тебя послали в парламент законы принимать. Если ты через год не показал, что какие-то законы подал до территории, и что, как ты голосовал. До свидания, другой тебя заменит. Мне кажется, тут сильно возрастает роль общественности во всех этих процессах. То есть уже моя хата с краю. Все, наверное, уже понимают, этот принцип не работает. И мы сами загоняем себя в самые сложнейшие условия. И как вариант еще может быть развитие независимых средств массовой информации. Насколько это возможно? Вы знаете, независимые средства массовой информации может произойти только через один механизм. Вот то, что я говорю. Когда, если будет проведена инвентаризация собственности, приняты новые законы, допустим, как в Эстонии. Когда мы скажем, провели инвентаризацию, перерегистрацию, и мы увидим, где олигархия. И нужно поступать не забирать, а поступать, как к Белугельцу подошли. Помните? Заставили разделить и перепродать. Разделить компанию. Да. Только такой подход. Это опять рычаг, который можно. Но его, для того, чтобы это сделать, нужно увидеть. Вот я работал в антимонопольном комитете, нам говорили заправки. У нас производится 7 тысяч заправок. Нам говорят, что где-то 3,5 контролирует один олигарх. Доказать невозможно. Потому что они зарегистрированы на Пандополо, еще раз говорю. А вот через такой механизм мы можем посмотреть, что у одного соседа точилось столько средств массовой информации, они независимы не могут быть. Поэтому нужно дифферсифицировать. Что-то сделать, как гражданское телевидение или средства массовой информации. Что-то сделать, как государственное. Что-то действительно частное. Но чтобы оно действительно конкурировало. И давало объективную информацию. Тогда да. Потому что когда в одну дуду дудят. И вот посмотрите, какая сейчас позиция средств массовой информации. Очень интересная. У нас доллар подымается настолько. Средства массовой информации молчат. У нас подымается сегодня с бензином. Говорят, ну так себе. Вяленько говорят. Вяленько. У меня впечатление, что получили команды хозяев. Я не говорю оригинальные. Центральные особенно. Хозяев промолчать. Помолчать немножко. А сколько молчать? Уже люди на 50% обеднели. Что молчать-то? Вы понимаете? Майданы идеологические. Майданы политические. Это одно. А когда голодные бунты, это плохо. Это можно мотивировать тем, что внешняя угроза. И сейчас это правительство и так много критики получает. Можно это все. Но только есть реальная жизнь людей, которые беднеют. И спрашивают, а где найти деньги? А деньги, то что даст нам МВФ, это хорошо. Их нужно в Нацбанк брать. И я не обвиняю правительство. У них сейчас действительно, они получили пустую казну. Нужны выходы. Но нам нужно сделать следующий шаг. Вот те деньги нужно в Национальный банк и держать курс валюты. И баланс торговли внешний и внутренний. А вот я бы предложил другой механизм. Можно взять так. У нас два банка есть государственных. Эксимбанк, экспортный и импортный банк. Есть Сбербанк. Я бы сделал так. В эти банки, сказал бы, все, кто имеет бюджетные счета, обслуживаются в этом банке. Только в этом. Те, кто имеет хоть одну акцию государственной собственности, в этом банке. Те, кто осуществляет агентские работы по сбору денег. Например, ЖЭКи. Они же берут с нас деньги. Они вроде частные, но берут. Вот их туда же. Знаете, сколько получается? Это приблизительно половина ВВП получается. Это не будет монополия финансового рынка? Вот смотрите. Это приблизительно 700 миллиардов выходит. Но у нас уже более 90% экономики в частных руках. Остальные банки пусть обслужат все те 90% частной экономики. А эти пусть обслуживают. Знаете, что это дает? Этим банкам можно поставить условия. 5% вместе с Нацбанком. 5% стоимость денег от Нацбанка. 5% ваша маржа. Ну, ваша прибыль. И 10% кредиты. И вот внутреннее развитие пошло бы. Мы бы начали производить пользу. Можно финансировать малый бизнес. И малый, и средний и так далее. А при 24% и выше процентов. Ну, кто будет брать кредиты? Какое развитие? Нет предприятий, которые их освоят. Естественно, мы должны развязать руки. И тогда получается внутренний ресурс. Дальше то, что я говорю. Правительство может критиковать. Но правительство наше спешит на децентрализацию. Повторяю. Они говорят, собираются. Вот мы там, может, через полгода. Какой через полгода? Горит Украина по краям. Люди протестуют. Ну, у меня только ощущение такое, что мы везде опаздываем. Мы опаздываем и каждый день опаздываем. Поэтому я говорю, пока не критикую. Считаю, что у них действительно безвыходное положение. Ситуация аховая. Но нужно это все делать быстро. Тем более, что они говорят, что мы набрали честных и профессионалов. Вперед, ребята. Показывайте, действуйте. Ежедневно действуйте. Вот так будет нормально. Спасибо, Василий Петрович. Еще один вопрос в заключение нашей программы. Все-таки какой нам нужен президент сейчас? В отношении правительства понятно. Там нужны сейчас менеджеры, кризис-менеджеры, опытные, профессионалы. Много говорили о техническом правительстве. Президент, его функция, гарантия сохранения конституционных прав граждан. Кто он должен быть? Он должен быть дипломатом, он должен быть хозяйственником, он должен быть отцом родным для всех людей. Какова его функция? Вы знаете, все в одном. Но самое главное, должен быть честным человеком, человеком, которому доверяют. Который, ну ладно, изберут, ему будут доверять. Человек, который показывает ежедневно, что он делает правильные шаги, люди это видят. Я сказал первые шаги, которые я видел от него. Прежде всего, вот закон про самоимпичмент, про его импичмент, да? Про снятие с работы. Если будет такой, и должен быть человек, который наведет порядок, элементарный порядок. Понимаете? Вот на такой должности, ну не знаю, к примеру, если меня, себя предложить президенту, я на всех постах показывал, что я туда, куда приходил, достигал успеха. А знаете, в чем составляющая успеха? Прежде всего, у тебя не должно быть личных интересов. Если это будет избранный миллиардер, и он не будет ставить цель, что у него только один миллиард, еще один миллиард заработать, то у него получится это. И второе, слушать профессионалов. Профессионалов и делать это открыто. Потому что, и следующее, оппозицию свою не уничтожать, а с ней слушать ее, прислушиваться. Смотрите, потому что оппозиция тоже вещает этим народом. Это санитар политического леса. Потому что беда прошлой власти в том, что они своего основного, вот падение прошлой власти началось с того, что основного оппонента, значит, было закрыто. Даже если это так, это основной политический оппонент. Может быть, нужно было позже, после того, как уйдете из власти, привлечь. Но в этот момент, это вот противовеса никому было. Все остальные замолчали, боялись говорить. В итоге все, что получилось. То есть, другими словами, если я вас правильно понял, нужно, чтобы этот человек, который станет во главе государства, все свои личные амбиции направлял на благо государства. Да, но я коротко скажу по-другому тогда. Нужно, чтобы наш народ не наступил очередной раз на грабли. Еще раз говорю, миллиардеры вас не спасут. Миллиардеры думают о миллиардах. А нужно избирать тех, кто думает о 46 миллионах. Тогда будет все хорошо. Что ж, благодарю вас, Василий Петрович, за разговор и за ваше время, которое вы уделили. Напомню, в нашей студии был председатель Международной общественной организации «Одесское землячество» Василий Петрович Тушко. И на этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!